В эфире программа «То, что доктор прописал». Меня зовут Наталья Башаримова, и я с удовольствием вас знакомлю с гостем сегодняшней программы. Дмитрий Константинович Сорокин, заведующий хирургическим отделением Могилёвской больницы номер один. Дмитрий Константинович, здравствуйте. Я очень рада, что вы пришли при всей своей загруженности, занятости в программу «То, что доктор прописал», потому что мы с вами всегда обсуждаем очень актуальные темы. Мы встречались один раз и обсуждали панкреатит, потому что, ну, как вы сказали, что это очень серьёзная проблема. Сегодня у нас будет другая проблема – холецистит. Что это за проблема? Потому что из разговора предварительного с вами я поняла, что это тоже очень большая проблема и очень актуальное на сегодняшний момент заболевание. Вы правы, в самом деле актуальность этой проблемы для медицины, для наших граждан очень высока. Если немножко сделать маленький исторический экскурс, в нашем отделении в 1975 году выполнялось 20 холецистоктомий. В год? В год. Сейчас под 600. Вот я ахнула, да, когда я впервые услышала? То есть я второй раз слышу, это впечатляет. 20 и 600. То есть эпидемиология болезни извинилась совершенно не в лучшую сторону за эти прошедших 40 лет. Причин много. Наверное, основная – нужно думать об этой болезни как о болезни цивилизации. Да, потому что заболевают и молодые люди. Если раньше говорили, что холецистит – это заболевание людей в возрасте, но все-таки, да, обычно мы говорим, если хронические заболевания или какие-то серьезные заболевания, то это уже люди в возрасте, которым «за». То сегодня мы говорим, что уже и молодеет, и это заболевает. Болезнь очень помолодела это. Если раньше действительно это был удел зрелых людей, то на сегодняшний день я лично оперировал пациентку 11-летнюю желчнокаменной болезни, консультировал 6-летнего ребенка с осложненной желчнокаменной болезнью. И наши коллеги, детские хирурги, которые занимаются детками, оперируют острые холециститы в 2-3-4-летнем возрасте, чего раньше просто не было, было немыслимо. Болезнь помолодела и очень распространилась. – Вот это информация к сведению, да, вот просто информация к сведению. По ходу программы мы будем говорить и о симптомах, и о причинах, как избежать, на какой стадии этого можно избежать. Но давайте все-таки вот вначале мы поговорим о желчном пузыре. Вот насколько он важен в организме человека, вот вообще какие функции выполняет, и будем сегодня про желчь говорить. Вот насколько она важна, что она делает? – Эволюция и Творец создали человека совершенного, и лишних деталей, и лишних органов. – Как обидно цвет, говорят, он не нужен, да? – Лишних неправда, да. – Неправда. – Лишних органов у нас, конечно, нет. Все предусмотрено для нашего полноценного функционирования. На самом деле очень важный орган – желчный пузырь. Основная его задача – это концентрировать желчь, которая вырабатывается печенью. Печень вырабатывает большое количество желчи за сутки – это 800 миллилитров до полутора литров, да. В то время, когда мы голодаем, когда мы не кушаем, желчь поступает в желчный пузырь, и там концентрируется. То есть всасывается из нее жидкая часть, остаются более необходимые вещества. Желчь в основном человеку нужна для переваривания жиров. Он эмульгирует жиры, желчь и компоненты желчи, и способствует всасыванию жиров. Орган очень важный. Он является в какой-то степени координатором работы всех ближележащих органов, и поджелудочной железы, и 12-перстной кишки. Да, эти органы все находятся в тесной морфологической и функциональной связи. Но, к сожалению, орган такой очень уязвимый, очень уязвимый. – Бережно к нему нужно. – Надо бережно, к себе в целом бережно относиться. К желчному пузырю, без сомнения. В частности, нужно относиться очень бережно. Заболеваемость очень высокая. Если сказать о женщинах, то каждая пятая женщина доживает до желчнокаменной болезни в цивилизованных странах. То есть распространенность очень высокая. – То есть здесь будем даже говорить при этом заболевании. Во-первых, помолодело, что мы уже сказали. – Да, выраженно помолодело. – Выраженно помолодело. И во-вторых, опять же, если не права, то исправьте меня, пожалуйста, женщины больше страдают, чем мужчины. – Женщины больше страдают, но мужчины догоняют. – Догоняют. – Догоняют. – Жирная пища все-таки, да? – В том числе. – Сладенькая, жирненькая, копчененькая. – В том числе. – Одна из причин. – Вот одна из причин. И если будем говорить о холецистите, то это воспаление. – Это хроническое воспаление желчного пузыря. Причин, которые приводят к этому заболеванию, их много. И нельзя какую-то одну выделить. Главную – это все в совокупности приводят к этому заболеванию. Хроническое воспаление желчного пузыря может быть вызвано и наследственными причинами, аномалиями развития и строения желчного пузыря, аллергическими причинами. Без сомнения, хроническими очагами инфекции в организме, гинекологические инфекции, хронический тензелит, зубки наши недолеченные, ну и масса других причин. Токсико-аллергическая причина существует, паразитарные какие-то моменты. И масса-масса других причин, которые у конкретного человека могут складываться в определенную мозаику, которая может привести к развитию этого заболевания. Но вы сказали, Дмитрий Константинович, хронический холецистит. Но ведь хронический, вот как я понимаю, опять же, исправляйтесь, пожалуйста, он должен наступить после острого. Нет, не обязательно. То есть вот острый, а потом… Не обязательно, не обязательно. То есть это тоже два раза… Он может развиваться, хронический холецистит. Исподволь, конечно, перенесенная атака острого холецистита может закончиться хроническим холециститом. Но, собственно, для развития хронического холецистита не обязательно острый приступ. Это заболевание может развиваться длительно, медленно и с подволью. А вот если будем говорить о камнях. Вот подошли мы к этой проблеме. Холецистит всегда ли он бывает с камнями? Нет, конечно, нет. Это еще отдельно? Холецистит не обязательно бывает каменный. Он бывает бескаменным, особенно на ранних этапах своего течения. Появление камней в желчном пузыре привносит, к сожалению, совершенно иное качество течения болезни желчеводящих путей и желчного пузыря, в частности, которое, в отличие от хронического холецистита, может нести непосредственные угрозы серьезной здоровью и даже жизни человека. Да, да, да. Ну и прежде чем мы рассмотрим желчнокаменную болезнь, вот тот самый холецистит, который каменный, как вы говорите, давайте мы немножечко остановимся на том, который бескаменный. Вот как здесь же человеку? Что соблюдать? Насколько это опасно? Я понимаю, что заболевание любое, да? Оно опасное, нужно определенный образ жизни вести, но все-таки он бескаменный. Поскольку мы касались с вами причин развития этого заболевания, некоторые важные моменты все-таки это наше неправильное питание, избыточное питание, употребление в пищу большого количества рафинированных продуктов, консервантов, наша двигательная активность низкая, малое количество непереваримых пищевых волокон, которые мы употребляем в пищу, вот эти факторы, одни из основных, которые приводят к развитию хронического холецистита. Нерегулярность питания, нерегулярность питания имеет очень важный момент, потому что желчный пузырь должен с определенной периодичностью и наполняться, и опорожняться во время приема пищи. Поэтому регулярность питания, дробное питание, это очень важно для поддержания здоровья желчеводящих путей. Если нам позавтракать некогда, пообедать некогда, а вечером мы с аппетитом обкладываемся тарелочками, всякими вкусняшками, как нам кажется, и ночью организму не даем отдохнуть, он пищу переваривает, которую мы скушали. Конечно, вот эти вещи для профилактики и для лечения последующего развившегося хронического холецистита имеют одно из ключевых значений. Поэтому еще раз пройдемся. Это регулярность питания. Это употребление в пищу. Достаточно количества перевариваемых волокон. То есть если построить рациональную пищевую пирамиду, то мясо не на первом месте, не на самом верху. Мясо и, естественно, мясные продукты. Это злаки, это овощи, фрукты, рыба, а мясо там уже где-то в конце. Всемирная организация здравоохранения рекомендует за неделю кушать только два кусочка размером с ладошку мяса. В неделю, да. Причем мясо хорошего, это или телятина, или курица без кожицы, индейка, кролик. Вот, наверное, и все. Вот, наверное, и все. Про свинину, баранину тут сложно сказать, что это очень полезное мясо. Хотя, конечно, побаловать себя иногда допустимо. Но это не должно быть системой. Не должно быть системой. Это по питанию. Физическая нагрузка, правильное функционирование нашего организма без этого не может осуществиться. Поэтому двигаться надо. Каждый человек должен сам себе выбрать определенный объем физической нагрузки. Но считается, что 45 минут каждый день, или три раза в неделю, полтора часа, это тот необходимый минимум нашей активности. Потому что движение, во время движения мышцы вырабатывают положительные гормоны. Очень важно. Это по немедикаментозным подходам. Ой, очень интересная информация, очень полезная. Я думаю, мы еще разочек циклонтируем где-то, да, на окончании программы. Я очень хочу, чтобы наши телезрители, вплоть до того, что записывали за вами ваши рекомендации. Потому что сегодня помнишь, что вот два кусочка мяса, да, размером в ладошку, в неделю, да, а потом, ну, вроде бы доктор говорил. Нет, чтобы не было, да, вроде бы доктор говорил, нужно записать. Ну, это я вот нашим телезрителям рекомендую. Еще, Дмитрий Константинович, мы немножко поговорили о панкреатите, совсем чуть-чуть. Сейчас мы с нашими телезрителями вместе посмотрим сюжет, снятый как раз по такому заболеванию, как панкреатит. Ну, а затем продолжим беседу, смотрим. Острый, страшный приступ был, сутки я мучилась. Ну, слава Богу, я благодарю Бога и судьбу за то, что я попала в руки Дмитрию Константиновичу. Два года назад Любовь Константиновна попала в больницу с острым панкреатитом. Воспаление поджелудочной железы сразу проявилось резкой опоясывающей болью. Женщину забрали по скорой. Тогда в больнице она пролежала более 4 месяцев и за это время ей сделали 5 операций. Такому острому воспалению, считает пациентка, способствовало несоблюдение диеты. У меня был удален желчный, а после этого надо как-то было и диету соблюдать, хоть немножко. А я этого не делала. Диету соблюдаю 100%. Ничего жарного, ничего копченого. Острый панкреатит может возникнуть в любом возрасте и у мужчин, и у женщин. Одна из причин – это наследственность, но образ жизни, замечают врачи, это всё-таки ключевой фактор. Алкоголь – это причина и обострений панкреатита хронического, и причина развития острого панкреатита. И не имеет значения, это алкоголь крепкий, это водка 40-градусная, или это джентоник, или это пиво. Любой алкоголь в любой градусной, так скажем, градации, он способствует развитию панкреатита. При панкреатите нужно кушать пищу, которая щадящая, то есть она не вызывает никаких раздражений желудочно-кишечного тракта. Это должна быть пища, приготовленная на пару, тушёная, запечённая. Не нужно кушать продуктов жирных, жареных, острых, копчёных. Сегодня в Могилёвской области отмечается стойкий рост диагностирования острого панкреатита. Встречается очень много тяжёлых форм. Только в Могилёвской больнице номер один ежегодно лечение проходит около 200 пациентов с острым панкреатитом, и четверть из них оперируется. К тому же врачи добавляют, камни в желчевыводящих путях могут напрямую повлиять на воспаление поджелудочной железы. А значит, если такие нашли у вас, лучше прооперироваться. И, конечно, ведите здоровый образ жизни – это главное, чему на самом деле стоит следовать. Дмитрий Константинович, ну вот сюжет мы посмотрели про панкреатит. В начале программы мы сказали, что холецистит и панкреатит, они уже где-то даже на равных, да, эти заболевания. Только холецистит – это женщины в основном, ну или не в основном, но всё-таки много. А панкреатит – мужское заболевание, да, мужчины больше страдают. Женщины догоняют. Хотя практика, как ваша доктора-хирурга, показывает, что и девушки поступают, да. Я до сих пор помню, вот, наверное, может быть, даже я озвучу эту информацию нашим телезрителям. При первой нашей встрече, когда разговор действительно шёл о панкреатите, вы сказали, кажется, что это парадоксальная вещь, это нонсенс. Но к вам поступила на хирургический операционный стол девушка 20 лет, которая поела огурцов, огурцы. То есть стали причиной панкреатита, а девушка попала… На самом деле это бывает так, есть так называемые арбузные панкреатиты. Что там с Астрахани к нам привезли, что там в них ввели, какие дозреватели. Наверное, причина в этом основная. Опять же, питание, да, вот нужно быть внимательным. Очень внимательным, стараться, по крайней мере. Стараться. Следующую программу обязательно отдельно даже сделаем, может быть, да, про питание. Но сейчас мы вернёмся к холециститу, немножечко закончим бескаменный. Хотя бы несколько предложений о лечении этого холецистита. Ну, мы о немедикаментозных говорили, о подходах теперь о медикаментозных. На самом деле спектр препаратов широкий для лечения хронического холецистита. Это и желчегонные препараты, и препараты, которые учают функцию сократимости желчного пузыря, современные спазмолитики, урсодезоксихолевая кислота наша знаменитая. Плюс можно добавить нетрадиционные методы, игровое рефлексотерапию, санторно-курортное лечение. Для чего всё это делается? Этим нужно заниматься для того, чтобы болезнь не приобрела новое качество. Этим мы профилактируем камнеобразование в желчном пузыре. Если хронический холецистит – это удел и работа наших уважаемых терапевтов, гастроэнтерологов, то с появлением камней в желчном пузыре болезнь переходит совершенно в другое качество и подпадает уже под юрисдикцию хирургов. Без сомнения причём. То есть вот то, что говорили про бескаменный, действительно, если пациент будет всё соблюдать, вот слушать вас внимательно, я всегда говорю в каждой программе, ну, пожалуйста, прислушивайтесь, не пользуйтесь советами, рекомендациями. Там соседка сказала или кто-то что-то. Только доктора, потому что когда он каменный, да, уже холецистит, и желчная каменная болезнь, это уже совсем другое. Это другая история совершенно. Что это за заболевание? Насколько оно серьёзно? Насколько оно опасно? Хронический холецистит в своём финале часто заканчивается желчной каменной болезнью. И распространённость, мы уже оговорили, 20% у женщин зрелого возраста… То есть каждая пятая где-то… Да, да. Эта заболезнь приобретает другое качество совершенно. И могут возникнуть такие ситуации, которые могут быть угрожающими непосредственно для здоровья и даже жизни пациента. Основные осложнения желчной каменной болезни – это какие? Это развитие острого холецистита, это острая хирургическая ситуация, требующая госпитализации. Это развитие острого билярного панкреатита, то есть панкреатита, который развивается на фоне желчной каменной болезни. Это, наверное, самое страшное осложнение. Есть другие еще моменты. Это когда камни уже проваливаются в желчной протоке, возникает механическая желтуха, острое гнойное воспаление желчеводящих путей. Это те вещи, которые обязательно нужна хирургическая помощь. Это очень сложные операции. В техническом моментах они очень сложны по сравнению с просто желчнокаменной неосложнённой болезнью. Я еще должен обязательно напомнить нашим телезрителям, что даже если нет приступов, человек 20 лет болеет желчнокаменной болезнью, просто у него камни в желчном пузыре. Через 20 лет у 20% людей может развиться рак желчного пузыря. Поэтому наша с вами задача донести до телезрителей такой момент, что когда они узнают, что у них есть желчнокаменная болезнь, пора приходить на консультацию к хирургам. Еще раз скажите, пора приходить на консультацию к хирургам. К сожалению, других нормальных, настоящих, адекватных методов лечения желчнокаменной болезни, в принципе, кроме как оперативного вмешательства, не существует. Не надо носить даже один камешек. Да, мы можем два слова сказать о растворении камней. Вот кажется и хочется, но они растворяются. И такие попытки можно сделать, но растворяются не все камни, только свеженькие, не кальцинированные, холестериновые камни. Препарат существует урсодезоксихолевая кислота. Он принимается год-полтора с эффективностью, не очень высокой. И при прекращении приема этого лекарственного средства желчнокаменная болезнь опять может вернуться. Потому что ведь не только желчный пузырь в ней виноват, в этой болезни, виновата еще и наша печень, которая синтезирует не очень полноценную желчь, компоненты которой из равновесного состояния переходят в неравновесный, выпадают в осадок и служат причиной и очагами образования камней в желчном пузыре. Поэтому попробовать, конечно, можно, если нет симптомов. Мелкие камни, холестериновые камни, это лучше вам подскажут, какие они специалисты по ультразвуковой диагностике. Можно дифференцировку провести. Но честно скажу, что за 23 года моей работы успешные случаи лизиса камней в желчном пузыре единичные. Может быть, и не стоит тратить на это время и финансовые средства, потому что, в принципе, это достаточно дорогостоящее удовольствие попытаться растворить. Сразу у вас вопрос, предупрежу, по поводу дробления. Да, вот я как раз, да, потому что растворение, дробление, операция, кажется. Пациенты спрашивают, а вот они в почках раздробили, а вот почему в желчном пузыре. К сожалению, этот метод не применяется, он неэффективен, потому что желчеводящие пути устроены так, что при фрагментации камней в желчном пузыре мелкие фрагменты проваливаются в желчной протоке и могут вызвать все те осложнения, о которых мы говорили. Острый панкреатит, механическую желтуху и так далее. Анатомия этой системы совершенно другая, поэтому этот метод не применяется. То есть при этом забрали? Литотрепсия, дробление камней не применяется, и на этом точка. Ой, я говорю, вот хочется прям акцентировать. Либо лечение полтора года, да, тоже оно может привести, но есть некоторые, но. Пациент, конечно, имеет право выбрать, если он выбирает такой путь, мы с удовольствием поможем, расскажем, проведем, но рассчитывать на слишком высокую эффективность не приходится. Дмитрий Константинович, мы сейчас с вами поговорили об этом заболевании с камнями, про камушки рассказали, про то, что это операция, но мы с вами осложненные все варианты просмотрели, то есть какие осложнения приводят, как это страшно, как это опасно, но я не буду пугать и запугивать, потому что это действительно касается здоровья, но нужно об этом думать, если вдруг у вас обнаружили камень. Но ведь заболевание это тоже развивается, наверное, по стадиям. Вот начало, серединка, ведь мы поговорили о самом осложнении. Вот можно ли на начале как-то схватить это заболевание? Вот здесь, наверное, тоже лекарственные препараты могут быть. Вот начало, свеженькие, как вы сказали, камни. Мы не будем углубляться в медицинскую терминологию и в сложные этапные классификации. Я бы для наших телезрителей разделил болезни желчеводящих путей на два этапа. Первая – это докаменная ситуация. Вторая ситуация – когда уже камушки образовались. Поэтому на докаменной ситуации, в принципе, если приложить все усилия, можно профилактировать развитие желчекаменной болезни. То есть болезни совершенно с другим уже хирургическим качеством. Симптоматика нас, наверное, интересует. Очень интересует, потому что тут насколько это больно. Как пациенту заподозрить, что правда куда-то обратится? Конечно, это боль. Боль – это вообще симптом любого неблагополучия в организме. Если развивается у пациента боли в правом потребении, вот покажем правом потребении, при употреблении вкусной пищи, жирной пищи, пятничной… Копчу не будем трогать. Будем трогать. Но сегодня от копчения уходят люди. Если пациент испытывает какие-то боли или острые, коликообразные, или ноющие, или тянущие, какой-то дискомфорт в правом потребении, организм дает сигнал о каком-то неблагополучии. Пора уже обратиться и немножечко пообследоваться. Возможности в нашем городе предостаточно для проведения углубленного обследования. Основные моменты – это нужно сдать общий анализ крови, биохимический анализ крови. Обязательно провериться на маркеры вирусных гепатитов. Обязательно. Так уже такую напоминалочку сделаем. И ультразвуковое исследование. Вот эти вот простые вещи позволят нам от чего-то оттолкнуться при первичной консультации. И все-таки позаботиться о своем организме. Вот просто непотребительски к нему относиться. Там поболело, тут перестало. А вдруг это сердце, а вдруг это не сердце, а вдруг это печень. То есть вот этого «а вдруг», наверное, нужно… Это нужно избегать. Не нужно бояться обратиться к врачу за консультацией. Даже если нет никаких обследований, пациенты могут прийти, получить консультацию. Врач разработает им диагностическую программу. Когда пациент приходит к нам с улыбкой, с хорошим настроением, мы ответим и отплатим совершенно тем же. Будет комфортно. Но здоровью нужно уделять внимание. И тогда оно будет благодарно нам. Дмитрий Константинович, мне еще знаете, что нравится в беседе с вами? Мне очень это нравится, когда… Опять же, я с уважением огромным ко всем гостям программы отношусь. Но доктор-хирург, это доктор-хирург, вот, понимаете, вот категория такая основательная. Нет до каменной и после каменной. Нет вот этих полутонов, нет вот этого. Это четко для всех наших телезрителей понятно. Не затягивайте. Да. Только о себе, о своем здоровье. Вам будет лучше, докторам будет легче. Да. Либо осложненные варианты оперировать, да, либо там один свеженький, как вы сказали, камешек. Вот это мне очень нравится. Но мы сейчас прервемся. Мы сейчас прервемся с телезрителями, вместе посмотрим следующую рубрику, ну а затем продолжим беседу, смотрим. Малоподвижный образ жизни, а также сидячая работа – одна из причин желчекаменной болезни. Эта болезнь развивается очень медленно и постепенно. Людям с камнями в желчном пузыре нужно обязательно соблюдать определенную диету. Рекомендуется исключить из рациона питание все жирные сорта мяса, свиное сало, печень, яйца, колбасы, копченое блюдо, а также бобовое. При желчекаменной болезни хорошо употреблять в пищу продукты, способствующие выведению излишков холестерина из организма, гречневую, овсяную кашу. Рекомендуется употреблять в пищу молоко и молочные продукты, полезно пить минеральную воду. Диеты придется придерживаться постоянно, тут уж ничего не поделаешь, но в период ремиссии, улучшения, ее можно немного расширить. Жирное, копченое, острое остается под запретом, а вот отварное мясо, выпечку из нездобного теста можно себе позволить. Принимайте пищу пять раз в день, и тогда ваш желчный пузырь будет хорошо работать. В нем не будет застаиваться желчь и образовываться камни. Будьте здоровы! Дмитрий Константинович, закончим про операции. Вот уже, чтобы у нас закругленный был вопрос, насколько это важно, почему, когда все, расскажите телезрителям. Основная идея оперативного лечения желчнокаменной болезни заключается в следующем. Мы операцией профилактируем возможное осложнение, когда требуется совершенно иного вида операции, технически сложное, длительное, с большим количеством осложнений и худшим качеством жизни после операции. Если пациент приходит к нам вовремя, в начальных стадиях, был один приступ или даже не было приступа, вообще великолепно, пациенту выполняется малоинвазивная, малотравматичная лапароскопическая холецистоктомия, 3-4 дня в больнице пациент выписывается и будет чувствовать себя в дальнейшем очень хорошо. Везде эту операцию можно сделать и в нашей Могилевской больнице номер 1, в городской больнице существует прекрасное отделение лапароскопической хирургии, там выполняются очень широко эти операции. Областная больница помогает пациентам области, Могилевского района, везде в городе, пожалуйста, 3 места, где наши пациенты могут выполнить эту операцию. Но после операции все равно определенного образа жизни нужно придерживаться. Определенного образа жизни нужно придерживаться, желчного пузыря нет, и организму нужно время, чтобы компенсировать его потерю. Да, желчные протоки заменяют его функцию. То есть, опять же, анатомически. Да, но нужно время немножечко, чтобы организм скомпенсировался. Это полгода, год. Нет каких-то строгих рекомендаций, нужно придерживаться. Рамок здорового питания, здорового образа жизни, принимать определенные препараты, не заниматься самолечением, не заниматься самолечением, очень настороженно относиться к народным средствам после операции. Дмитрий Константинович, килограмм лимонов пишут, масло растительное пьют с уксусом, с хреном, горчицу. Вот что только народные способы, методы не рекомендуют. Я с вами соглашусь, я тоже слышал удивительные вещи, удивительные рекомендации, которые абсолютно не совпадают с этой болезнью. Поэтому хотел бы наших дорогих телезрителей предупредить не заниматься самолечением. Зачастую это может нанести даже вред пациентам. А по эффективности, все эти вещи, о которых мы сказали, народные, ничем не доказана их эффективность. Это имеет какой-то такой, наверное, исторический интерес. Да, да, да. Я не люблю слово подытожить, но у нас время действительно заканчивается. Программа очень компактная, с такими огромными красивыми акцентами по всем вопросам, вы расставили для наших телезрителей. Но подытожить в чем? Если без каменных улицестит, то здесь лечатся препараты, терапевты. Если гастроэнтерологи лечатся, да, неинвазивно, без операций, и может быть эффект хороший. Прекрасно. Если заниматься дисциплинированно, все выполнять, есть хорошие случаи, да. Вообще прекрасно. Я говорю на окончании программы, вот просто хочется такую вот и надежду, и даже несмотря на то, что заболевание серьезное, по желчнокаменной болезни не доводить до вот этих страшных, вот этих вот осложнений, приходить на консультацию, и мы подберем оптимальный метод оперативного лечения. Это так. Да, и несколько слов еще по питанию, чтобы вот просто закрепить тот момент, когда нет желчного пузыря, все-таки люди, пациенты, ну уже выздоровевшие люди, должны помнить, что не все подряд. Рекомендации очень просты, очень доступны критические моменты. Это регулярность питания, дробность питания, да. Это такие простые, очень важные вещи. Не допускать больших перерывов между приемами вещь, да, пищи, и опять-таки поддерживать рамок здорового питания вообще. Спасибо огромное. Еще один важный момент. Возьмите, пожалуйста, на заметку. При диагнозе желчекаменной болезни симптомы могут зависеть от количества камней, размеров, а также типа желчных камней. Различают холестериновые, пигментные, известковые и смешанные камни. В большинстве случаев камни имеют смешанный состав. Размер камней сильно варьируется. Это может быть как мелкий песок, так и один камень, который занимает всю полость увеличенного в размерах желчного пузыря. Камни могут образовываться как в просвете желчного пузыря, так и в желчных протоках. Будьте здоровы! Субтитры создавал DimaTorzok Докторская больница номер один. Это ваши врачи, ваше здоровье и ваш ДК. Спасибо. Берегите себя, берегите своих любимых. До встречи в программе «То, что доктор прописал». Не болейте. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин